Всем привет! Меня зовут Гульнас и в эфире рубрика моделирование. Сегодня мы создадим вот такое платье, как на картинке. Оно не имеет выточек, но тем не менее будет иметь хорошую посадку по фигуре. Больше о моделировании, создании лекал и конструировании, а также пошиве по технологиям, качественно и красиво, я рассказываю в своем видеокурсе. В нем мы сошьем несколько видов юбок, брюк, платьев, а также рубашек. Уже более сотни человек занимаются по этому видеокурсу и у них все получается. Присоединяйтесь и вы! Для того, чтобы получить видеокурс, напишите мне на почту happynass.gmail.com А также, если хотите узнать подробнее об этом курсе, то ссылку на видео об этом курсе я оставлю внизу в инфобоксе. Как смоделировать такое платье без выточек, но при этом сохранить хорошую посадку по фигуре? Вам понадобится базовое лекало платья. Лекало платья, а вернее базовая конструкция плечевого изделия я построила по своему пособию, инструкцию по конструированию женской одежды. Здесь дается подробная информация и пошаговое описание с множеством иллюстраций. Поэтому, даже если вы никогда не создавали выкройки и лекало, с этим пособием у вас все получится. Теперь на этой базовой конструкции нам необходимо нарисовать желаемые линии. К примеру, первая начинается от основания шеи, определяем необходимый уровень глубины уголка и проводим линию. Далее нарисуем вторую линию, также от плечевого среза вниз параллельно первой, ну и третью линию. Они должны быть одинаковой ширины и строго параллельно друг к другу. Далее разрежем лекало по нижней линии полоски. Теперь нам необходимо закрыть нагрудную выточку. Здесь получилось, что нижний срез второй полоски прошел прямо через центр нагрудной выточки, через центр груди. И теперь нам очень удобно, мы можем просто взять и закрыть эту нагрудную выточку. Как видите, теперь она открылась в этой области. Нам остается закрыть только талевую выточку. Мы надрезаем ее и доводим ее кончик до центра груди, там где ранее располагался кончик нагрудной выточки. И теперь закрываем талевую выточку и она открывается вот в этой области дополнительно. Теперь мы имеем отдельную боковую деталь и отдельные три полоски контрастных деталей. Всех их можно серединкой передней половинки приложить к сгибу, для того, чтобы не было швов. Но на картинке швы есть. Как видите, теперь срезы между боковой деталью и полосками не параллельны друг другу. В этой области, в верхней части, открылась нагрудная выточка, а в этой области талевая выточка. И благодаря тому, что мы сохранили обе выточки и не нарушили никаких правил, платье должно сесть хорошо на фигуре, даже без выточек. И это все на сегодня. Если у вас есть какие-то необычные, интересные модели одежды, и вы хотели бы узнать, как они созданы, то отправляйте мне их на почту happynassobachka.gmail.com И, возможно, в следующем выпуске мы его рассмотрим. С вами была я, Гульнас. Я желаю вам успешного дня. До встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok